Ирисами. Убить дракона. Мар. 07, 2015-19-34. Вчера вечером написал материал, который вызвал целую бурю эмоций у аудитории. От немого одобрения, неприятия, до открытых обвинений в самых разных грехах. Но для меня было очень важно, чтобы моя мысль дошла до тех людей, которые отвечают за жизнь и порядок в горловке. Вчера мне даже не пришлось никого убеждать. Очень рад, что они увидели опасность, стоящуюся в наметившейся тенденции украинофобства. И судя по той информации, которая уже до меня дошла, приняли превентивные меры, чтобы подобного рода провокаций больше не было. По крайней мере на территории их города. А теперь, когда меры уже приняты, можно рассказать, почему это все так важно и в чем таится опасность. Сразу оговорюсь, что данная публикация в группе В как борьбе с корректировщиками огня не имеет никакого отношения. Я понимаю, что написано именно это. Но это для неопытного взгляда. Любой военный человек понимает, что корректировщики не ходят в вышванках и не рассказывают о своих предпочтениях публично. Скорее наоборот. Они будут усиленно махать флагом ДНР и божиться, что пошли бы в ополчение, если бы не. Такова специфика работы. Самый страшный смысл находится даже не в подчеркнутых фразах. Для меня самой страшной фразой была, либо они уезжают сами, либо это устроим мы. Знакомо, правда? Это чтобы было понятно, что автор статьи в группе ВК совсем не призывает бороться с реальными корректировщиками. А посему он либо дурак, либо провокатор. О конкретике сказал. Теперь об общем. Почему это так важно, и почему может быть так страшно? На протяжении почти года проводилась мощнейшая работа по дискредитации режима хунты и создания условий при котором он бы рухнул, а ВСН смогло бы прийти на Украину как армия-освободительница. Кстати, очень правильно было бы ее при этом назвать армия освобождения Украины. Но это так, ремарка. Главное было сделано. Режим хунта шатается и ждет того толчка, который его повергнет в небытие. Я сейчас больше переживаю, чтобы киевский режим не рухнул раньше, чем мы смогли бы перехватить власть. Внедрив на Донбасс украинофобские идеи, именно поэтому жилые дома, больницы, школы обстреливали осенью и зимой из артиллерии. Американцы возвращают ситуацию равно на год назад, когда все ждали вторжения русской армии и готовили украинский народ к освободительной войне. И не важно, что методичку придется немного подправить. Важно то, что если ВСН придет на Украину как украинофобская структура, то будут преступления против мирных граждан, просто месть некоторых горячих голов, которая будет мгновенно раздута всеми мировыми СМИ. И уверяю вас, что на национально-освободительную войну украинского народа против русских карателей с Донбасса сразу же найдутся у США с ЕС и деньги, и оружие. И это уже действительно будет украинская армия, в которой будут сотни тысяч добровольцев. Добровольцев, защищающих не нацистов и хунту, а Ридну Хату и свою семью. А значит ВСН будет разгромлена или РФ придется в открытую вмешаться в войну. А это поражение. Причем уже не только геополитическое, а вполне себе военное. Не смогут 15, 20, даже 40 тысяч хорошо вооруженных ополченцев подчинить себе Украину. Даже 8 областей, даже если не будет никакого ВСУ, которые по привычке все называют Новороссией. Не смогут. Необходима тотальная поддержка их действия местным населением. А это будет исключено, если ВСН превратится в украинофобскую структуру, которая порочит серии кровавых провокаций. Если армия Новороссии превратится из освободителей в карателей. План США будет выполнен, а нацисты на Украине, уже не те олигархи-коллаборационисты нацистского толка как сейчас, а настоящие как Гитлер, смогут укрепить, а главное обосновать свою власть в глазах народа. Ремарка. Для создателей проекта Украина не Россия не важно кто и как сможет посеять рознь между народами, народом бывшей Российской империи и говорящих по сути на одном языке. Важно, что рознь будет посеяна, и если это сделает Новороссия, то для наших заклятых друзей это будет подарок судьбы. А потому я утверждал и продолжу это делать. Довольно просто определить, кто борется с проектом Украина не Россия, а кто нет. В эпоху гибридных войн не надо слушать слова, которые говорятся, надо смотреть на дела, которые делаются. У этого проекта, Украина не Россия, главная цель, расколоть народы бывшей Российской империи и натравить их друг на друга. А значит, тот кто способствует расколу народов России и Украины, в данном случае, тот и пособник Украины не России, пособник хунты. Неужели это не очевидно? И любой, кто превращает Новороссию и ВСН в антиукраинские проекты не просто провокатор. Он уничтожает всю ту подготовительную борьбу по уничтожению фашизма, которую вели и ведут сейчас тысячи людей, по большей части украинцев, по всей территории страны. В одном Харькове было арестовано тысяча человек. Почему мы вчера подняли этот вопрос по горловке? Просто было очевидно, что это начало процесса создания из ВСН образа врага, для простых украинцев. Причем врага не государство Украина, не Россия, которая, как показала практика, мало кто хочет на Украине защищать, а всего украинского. И проще этот процесс прервать в зародыше, чем через время очень долго, и скорее всего безуспешно, бороться с последствиями. ПС, к сожалению, есть группа людей, которые вполне осознанно пытаются опорочить движение Новороссии в газах жителей Украины, да и Россия тоже. Их тезисы просты и легки для запоминания, кто-то слил, коси укроп и так далее. Я это видел недавно в Киеве. Там тоже для адептов было все понятно и просто. И для этого надо было сначала свалить Януковича, а потом резать все русское, москалику на геку. А потому думайте, сопоставляйте и делайте выводы. Война и мир, личные. Leave a comment, read comments. 632